Скрытый потенциал Что есть манна и о чем она может свидетельствовать нам, о каком скрытом потенциале в нашей жизни может свидетельствовать манна. Почему я говорю скрытый потенциал? Именно так я назвал эту серию проповедей для того, чтобы мы могли более детально и глубоко посмотреть на те вещи, которые, возможно, у нас не задействованы или задействованы, но их процессы нам непонятны. А из-за того, что они непонятны, они нас или пугают, или мы просто их игнорируем, потому что не знаем, как с ними поступать. Поэтому мне хотелось эти три воскресения посвятить тому, чтобы мы могли увидеть то, что может нам помочь состояться. Итак, манна в золотом сосуде была также в ковчеге в присутствии Божьем. Евангелие Иоанна, 6 глава, 48 по 58 стих я прочитаю. Иисус говорит, Иисус говорит, Иисус говорит, Абсолютно конкретно говорит о необходимости пребывания в церкви, то вот это местописание, которое определяет, что если мы соединяемся вместе для хлебопреломления и участвуем в хлебопреломлении, это есть некий гарант в том, что мы вообще с вами однажды, пересекая границу биологической жизни, войдем в новую жизнь, где будем иметь ее с избытком. Поэтому хлебопреломление, на мой взгляд, это особенное служение, которому наши сердца должны быть привязаны и готовиться. Ну, вернемся к проповеди. Итак, сегодня мы говорим о третьем скрытом потенциале, мы говорим о манне. В чем сила манны? У меня нет времени сегодня перечитывать Ветхий Завет, как это было во время шествия евреев по пустыне. Я буду говорить какие-то события своими словами. Итак, в чем сила манны? Она каждое утро проявлялась в пустыне. И евреи были в пустыне, и когда они утром выходили собирать манну, она уже там была. Первая особенность манны в том, что она происходила там, где это невозможно. Манна была способна проявляться там, где это было невозможно. То есть это не был чернозем, это не была почва или земля, или атмосфера, в которой могла манна расти, или что-либо злаковое могло расти. Она проявлялась в пустыне. Вот первая особенность манны в нашей жизни – это нечто от Бога, которое способно проявиться там, где это невозможно. Она способна накормить там, где ты, естественно, напитаться не можешь. Она способна накормить те сферы твоей жизни, которые могут находиться в абсолютной пустыне. Пустыня – это многообразный такой образ, который имеет много значений. Можно говорить о пустыне души, можно говорить о каких-то пустынных вопросах в жизнедеятельности. То есть мы определяем пустыней что-то безжизненное, атмосферу, в которой невозможно продуцировать. И вот манна появлялась именно в такой атмосфере. Второе, чтобы я хотел отметить, ее особенность или ее сила манны – она несла в себе небесный компонент. Она была не от земли, она была от Бога. То есть ее не сажали, она вырастала и получали. То есть ее корни уходили не в землю, не в пустыню, она приходила с неба. И это вторая особенность. И вот об этих двух особенностях мы поразмышляем. Первое, как я говорил, это было благословение в пустыне. Я уверен, что мы все хотим быть благословенными в пустыне. Аминь. Что значит быть благословенными в пустыне? Это значит, когда ты самостоятельно не можешь создать или пребывать в той атмосфере, которая гарантировала бы твое благословение. То есть состояние твоей души, состояние твоей жизни такое, что оно не гарантирует, что ты можешь быть благословен. И когда у тебя нет гарантий, исходящих из твоей святости, из твоего образа жизни, из твоих посевов, из того, что ты заранее в это вложил, из твоих инвестиций. Вот у тебя нет никаких гарантий, что ты можешь быть благословен, а быть благословенным хочется. Вот здесь включается в работу манна. Она благословляет нас там, где мы в этом не участвовали. И об этом давайте поговорим первое. Вспомню Адама. Начнем с бытия, начнем сначала. Адам в Эдемском саду, Богом устроенным. И в принципе все замечательно, была одна проблема. Ему было нехорошо одному, и Бог это видел. Мы много уже задевали этот вопрос. Я не буду останавливаться и разжевывать его. Я перескочу через все чувства Адама сразу к сути. То, что делает Бог. Он берет часть Адама. Адама усыпляет. Ну, не как кошку-собаку, а сон дает ему. И когда Адам спит, Бог из него что-то творит для него. Это не произросло через Адама. Все мы родились сегодня естественным путем произращения от отца и матери. Ева таким путем не рождалась. Она не была выращена Адамом. Она была взята из Адама, но произведена вне Адама. И вот первая суть манны, о которой я хочу сказать, о скрытом потенциале. Есть что-то, что как будто взято из нас, но производится или формируется, или взращивается вне нас. То есть в какой-то момент нашей жизни мы живем абсолютно параллельно с тем, что приготовляется для нас. И в этом есть скрытый потенциал, который мы не узнаем, пока мы это не увидим. Но я хочу сказать, в этом есть великая надежда. Я хочу сказать, что Бог, Он увидел в Адаме нужду, и Он начал восполнять эту нужду, ориентируясь на ДНК Адама, но не через Адама, а вне Адама. Я чуть-чуть останавливаюсь на этой мысли, чтобы вы могли проникнуть в нее. У вашей нужды есть потребность, которую Бог будет как бы восполнять, исходя из тех характеристик, которые подойдут именно вам. Он знает структуру вашей души, Он знает структуру вашего мышления, Он знает ваши предпочтения, Он знает, что будет лучше. И Он как бы что-то берет из вас, и параллельно где-то начинает воспроизводить то, что однажды вы встретите, и это сильно благословит вас. Вот то, что произошло с Адамом и Евой. Бог, видя нужду в Адаме, Он взял из него часть, Он сотворил Еву, и Он привел Еву к Адаму. Я говорю сейчас не только о семейных взаимоотношениях, потому что, может, некоторые семьи с юбилеями уже загрустили, думая, ну, у меня-то уже все произведено. Я говорю об абсолютно разных нуждах, но которые имеют фундаментальное значение в нашей жизни. Это твое призвание, это твое предназначение, это определенное обеспечение. Есть вещи внутри нас, которые взывают к Богу, и Бог творит, но они находятся за рамками нашего взгляда, пока мы эту манну не встретим небесную, и она восполнит ту нужду, которая есть у тебя. Когда Бог привел Еву к Адаму, она была сформирована, ну, я так понимаю, примерно в одном возрасте с Адамом. То есть буквально Адам вошел в то, что было соответственно ему по возрасту и по состоянию и по мышлению и так далее. Это великая благодать знать, что у Бога есть что-то приготовляемое для нас. И когда мы придем в определенный возраст, оно придет к нам в таком же возрасте. Я повторюсь, это не только о семье, это о призвании, это о благословении, когда ты встречаешь то, что Богом приготовлено, и тебе не нужно до этого дорастать, и ему не нужно для тебя спускаться, а оно соответственно тому, кто есть ты. Вот то, что произошло с Евой и Адамом, и когда Адам увидел, в нем родились сразу те чувства, которые были чувства мужа к жене. То есть его чувства до этого не было такого. Но когда он встретил, появились чувства. Я не знаю, вы когда-то переживали, что у вас нету каких-то чувств? Вот ты живешь, и у тебя определенных чувств нету по отношению к процессам жизни. У тебя их просто нету. Вот ты бы хотел их иметь, но их нету. Их нету до момента, пока ты не встречаешь то, что Богом приготовлено, а когда ты встречаешь то, что Богом приготовлено, вдруг, в мгновение ока, твоя душа воспроизводит то чувство, которое ты не выращивал, не культивировал, ты в него не сеял, ты его не развивал, ты над ним не работал. Это не аутотренинг твоей жизни, ты просто встретил то, что Богом приготовлено. И когда ты встретил то, что Богом приготовлено, у тебя родились такие чувства, которых раньше у тебя никогда не было. И это в семье, это в призвании, когда Бог призывал меня. Несколько раз в определенных сферах моей жизни. Его призвания моментально воспроизводили те чувства, которые я не взращивал, которые в меня не вкладывали, которые не росли вместе со мною, а встретив манну, они проявились во мне. Давайте поспешим к следующей мысли. Послание Ефесянам, 2 глава, 8-9 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». Образ манны – это образ благодати, аллилуйя. Образ манны – это образ благодати, не отдел. Тебе нечем хвалиться. Я не могу хвалиться сегодня своим пастырством, потому что мое пастырство – это дар Божий, это не то, что я воспроизвел, это не мое рождение в определенной семье, это не мое воспитание. Это манна, которая однажды была сформирована где-то, встретив меня, воспроизвела во мне чувство, призвала меня, совершила меня, и я свидетельствую сегодня о благодати, что благодатью Божией я есть тот, кто я есть. Благодать спасения нашла нас. И когда мы встретили благодать спасения, мы не можем говорить о том, что мы как-то особенно были приготовлены ко спасению, мы вошли во спасение. Как бы мы интеллектуально не готовились, сколько бы раз мы не прочитали Библию до спасения, мы не были готовы ко спасению, это благодать, это манна, произведенная Богом, которая нашла нас так, как нашла нас в той состоянии, в той ситуации, как мы могли принять эту благодать. И когда мы ее встретили, мы пережили чувства, которые раньше не переживали, мы пережили чувства желания к покаянию и к преобразованию нашей жизни. И это чувства не тем, которыми ты жил всю свою жизнь. Если мы посмотрим на благодать и на этот дар, также важно отметить, что когда мы его принимаем с этого момента, если даже оно даром для нас было дано, нам необходимо иметь понимание обращения с манной. Чуть позже я еще поговорю об обращении с манной, но вот обращение с даром. Если мы помещаем дар в греховное состояние мышления, которое не меняется, какое-то время манна будет достаточно сильной, благодать будет достаточно сильной, она будет оказывать влияние. Но если это будет продолжительное время, то Петр говорит, вымотая свинья идет валяться в грязи. Вместе с тем, когда мы принимаем Божий дар, нам теперь необходимо менять наше мышление. И если мы не преобразуем наше мышление, то наше мышление стягивает нас в ту жизнь, которая была без этого дара. То, что происходило с Адамом, с Евой, когда они поместили свой дар семьи в греховное мировоззрение, позволили дьявола обмануть, что произошло с ними, они испытали стыд и дискомфорт. Если сегодня дар Божий в тебе вызывает стыд и дискомфорт, это значит, что этот Божий дар помещен в необновленное мышление. Поэтому Павел говорит, не стыдитесь благовествования Христова. Если мы начинаем стыдиться того дара, которым мы однажды были обогащены, значит, что-то пошло не так. Где-то было прервано развитие, где-то наше мышление перестало развиваться. Когда мы с вами имеем какую-либо благодать в нашей жизни, нам необходимо с этого момента изменять свое мировоззрение. Преобразовывать себя, не сообразуясь с веком Сим, но преобразуясь обновлением ума. Поэтому, когда женщина и мужчина продолжают жить вместе, как семья, но не обновляют свое мышление, жена, или точнее женщина, не становится женой, мужчина не становится мужем. Если не преобразуется, когда рождаются дети, мужчина и женщина не преобразуется в мать или в отца, то тогда это рождает дискомфорт и стыд. И родители неполноценны, и дети неполноценны, и семья неполноценны, и призвание неполноценное, и профессия, и жизнь становятся неполноценны, если ты живешь в дом, то однажды... Еще вспомню Саула. Саул получил величайшее призвание. Он над этим, он вообще искал животных своего отца. Пришел к пророку. Он даже не думал о царстве. Он пришел к пророку, а пророк ему там такого наговорил. Ты будешь царем. Быть царем над миллионами людей, над государством, с государственностью. Это уже не племя, которое выводил Моисей. Это государственность была. И пророк ему говорит, ты будешь царем. Он такую манну встретил, о которой мечтать не мог. Но впоследствии, когда начинают призывать по коленам и искать того призванного царя, написано, он в обозе прячется. У него стыд и дискомфорт от того великого, что Бог дал ему, потому что он не смог преобразовать свое мышление и начать дотягиваться до того, что Господь тебе даровал. Он спустил это на уровень самовосприятия, в результате чего не смог войти туда, куда Бог звал его. Нам важно изменять наше мышление в соответствии с тем призванием и той благодатью, которая нам даровалась Давид, следующий царь в Израиле. Он формировался также отдельно от своего призвания. Вы знаете, когда я смотрю на Давида, на Саула, это дает вдохновение, потому что Давид был не только оторван от царского дворца, от управления, от университетов по международным взаимоотношениям, дипломатии. Он не проходил вузы, в него не вкладывал никто финансы. Ему его судьбу уже определили. Вот есть овцы, есть ты, вот там твое место. Он формировался вообще отдельно от того предназначения, от той манны, которая была, но то, что говорит Бог, найдет по сердцу своему, который исполнит его повеление, его желание. И я могу понимать, что в Давиде что-то формировалось и параллельно с ним формировалось предназначение Давида, но он даже не мечтал. Вы знаете, иногда детям пытаются внушить, ты должен мечтать с детства стать президентом. Я вам скажу, не все президенты с детства мечтали быть президентами. Далеко не все. Многие были вообще отдалены от этого. Не все, что в твоей жизни будет однажды проявлено, это то, о чем ты мечтаешь. Написано, не слышал я иногда ухо и не видел глаз, что приготовил Бог любящим его. Иногда что-то формируется, и вместе с твоим формированием формируется твое предназначение. Иногда мне кажется, что у Бога есть какая-то перспектива, которую Он формирует, и параллельно с этим Он наблюдает за жизнью человеков, которые будут соответствовать этой перспективе. Давид вошел в царство, будучи абсолютно неподготовленным специально для этого. Его специально на царя никто не готовил. Он не прожел царский двор. Это стало откровением их жизни. Это стало вот этой благодатью, которая однажды проявилась абсолютно незаслуженно, а соответственно. Манна – это великая любовь Господа и Иисуса Христа к нам, которую Он открывает нам и дает возможность нам войти в то, что в принципе мы с вами никак не воспроизвели сами. Второе, о чем я говорил, это манна имеет в себе небесный компонент, и на этой мысли мы сейчас остановимся. Евангелие Иоанна, 6 глава, 41-43 стих. «Возраптали на Него иудеи за то, что Он сказал, «Я есть хлеб, сшедший с небес». И говорили, не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит Он, я сшел с небес? Иисус сказал им в ответ, «Не ропщите между собою». Иногда нам надо, да, это услышать. «Не ропщите между собою». И Иисус соединил в себе небесное и земное, но и чуть позже мы еще прочитаем об этом. Он был отчеловечен. Дева Мария зачала от Святого Духа, и это было абсолютно неестественно для рода человеческого. Это не то, что совершил человек. Интересно, что сама по себе манна, она не являлась семенем. Когда мы говорим о манне, возвращаясь в пустыню к евреям, манна, которая выпадала, всему остальному Бог дал семен. Заострите на этом внимание. Всему, что Бог сотворил, Он дал семя. Манне Бог семя не дал. Когда люди собирали манну в пустыню, они не могли ее использовать как семя, то есть воспроизвести ее. Если бы они попытались закопать ее, она бы не выросла. Манна сама по себе семенем не могла. и человек, получая манну, он в принципе мог быть только потребителем. Она также не могла быть средством накопительства. Если человек решал взять что-то про запас, оно пропадало, оно гнило, и там заводились черви. Итак, манна сама по себе, имея вот этот небесный компонент, она не была семенем, и человек не мог ее не воспроизвести, не накопить. И можно увидеть через этот образ скрытых взаимоотношений человека и Бога, что есть сфера нашей жизни, то, что мы называем духовной жизни, где мы никогда не сможем быть автономными. Я еще расскажу, сфера духовной жизни никогда не сможет стать автономной в человеке. Мы никогда не сможем воспроизводить духовную жизнь. Она всегда будет нуждаться в откровении, как Христос сказал Петру, не кровь и плоть открыли. Ты не можешь веровать от крови и плоти. У тебя должно быть откровение. В другом месте написано, никто не может назвать Христа Господом, как только Духом Божьим, Духом Святым, то есть это всегда откровение. Духовная жизнь не может быть автономной. Она не может быть заключенной в наше восприятие, что мы взяли ее как семя, и мы просто начинаем сеять, и мы получаем урожай в своей жизни к любой другой сфере. Да, в сфере духовных взаимоотношений нет. В сфере духовных взаимоотношений мы всегда будем нуждаться в прямом отношении с Господом. Мы не можем это накопить. Мы не можем этим запастись. Я сегодня прочитаю Библию, и потом я месяц Библию читать не буду. Все, что ты прочитаешь, черви заведутся уже через три дня. Тебе нужен ежедневный взаимоотношений с Господом. Именно поэтому Бог как бы оставил, как бы отделил, чтобы мы научились взаимодействовать с Ним. И в этом образ манны, образ благодати, благодать невозможно накопить. В ней возможно только пребывать. Ее возможно только потреблять. Ее невозможно воспроизводить. Если дети рождаются в христианской семье, и они не автоматически становятся верующими, им нужно точно так же откровение, как и всем другим детям. Им надо однажды встретиться с Богом, и они не могут быть просто автономными. Точно так же им нужно каждый день взаимоотношения с живым небесным Отцом. Давайте прочитаем послание Колоссянам. Первая глава, 18-20 стих. «И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И Христос объединил через крест земное и небесное, то есть вот этот ингредиент манны, он стал доступен нам, соединяясь ежедневно с нашим земным. И больший вопрос у нас должен быть не в том, как это размножить или как это накопить, у нас должен быть больший вопрос, как это взаимодействует. Нам нужно учиться взаимодействовать. И я хочу дать вот такой образ. На нашем теле у нас есть два глаза, два уха, у нас есть один разум и один рот. И если мы говорим о небесном и земном, вот давайте просто попробуем увидеть это через этот образ. Я верю, что это от Духа Святого. Пусть твой один глаз – это будет твой небесный взгляд, а другой глаз – это твой земной. У тебя два глаза. У тебя два уха. Одно ухо – это небесное, другое ухо – это земное. Но у тебя должен быть один разум, который обрабатывает эту информацию. И хотя два глаза смотрят абсолютно отдельно, они не в один глаз соединены, они соединяются разумом. У каждого глаза есть своя картинка, но разум объединяет эту картинку. У каждого уха есть свое слышание, но разум объединяет это слышание. Соединение небесного и земного – это способность осознавать духовные вещи и осознавать земные вещи и приводить их к одному знаменателю в твоей жизни. Давайте вспомним пророка Иеремию. Когда Бог начинает вести пророка Иеремию в его пророческое служение, Он задает ему такой вопрос. Что ты видишь, Иеремия? Он хотел убедиться, что Иеремия видит то, что Бог ему показывает. И когда Иеремия сказал то, что он видит, Бог подтвердил, сказал, ты правильно видишь, и начинает давать толкование. Вы знаете, я, особенно раньше, будучи моложе, удивлялся иногда, как часто мы можем видеть одно и то же, думать по-разному и вообще по-разному толковать ситуацию. Мы можем видеть одно и то же, но осмыслять это абсолютно по-разному. Один видит одну картинку, говорит, это вот это, а другая видит эту же самую картинку, говорит, нет, это вот это. И пока вы еще думаете, еще как-то все нормально. А когда начинаете говорить, вот здесь проявляется суть и смысл. Вы вообще о другом думаете. Вот образ соединения небесного и земного, он на самом деле начинает выражаться в твоих словах, в твоих устах. Он определяет суть и способность соединять толкованием, когда ты молишься, когда ты говоришь. Ты можешь видеть по-разному, ты даже можешь думать по-разному, но по сути именно уста определяют, что на самом деле воспроизводится внутри тебя в данную минуту. Поэтому Яков говорит, не может и сладкая, и горькая вода одновременно проистекать. Что-то одно проистекает, соединяя духовное и земное. Нам нужно научиться воспроизводить то, что хочет Господь. Апостол Павел говорит, мы имеем ум Христов. Послание Коринфянам, 1, 2 глава, 14-16 стих. Душевный человек не понимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо бы насудить духовно. Но Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов. И Колоссянам, 2 глава, 18-19 стих. Прославление, выходите уже ко мне. Никто да не обольщает вас самовольным, смиренным, мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Слово Божье, оно назидает нас в том, что какая бы информация не поступала к нам, нам необходимо научиться преобразовывать эту информацию. Поэтому не всегда манна приносила благословение евреям. Иногда она становилась для них причиной поражения, потому что вместо благодарности в них рождался ропот. Они воспринимали однообразием и ограниченностью то, что Богом было даровано в их жизни. Именно по причине у них было два глаза, у них было две информации, у них было два уха, у них было две информации, а нужно было, чтобы имелась одна информация. Преобразованная, прошедшая разум, прошедшая ум Христов, переработанная, да, со своими сомнениями, да, со своими искушениями, да, со своими непониманиями, поэтому мы и осмысливаем, поэтому мы и трудимся, поэтому Бог и дал нам разум. И там происходит вот эта работа, вот этот труд там происходит, чтобы на выходе из уст, одних уст, выходило то, что благословит тебя. Я не знаю, что происходило с сердцем и умом Адама, когда Он видит Еву. Идет абсолютно новое творение, похожее и непохожее. Его разум что-то бродит там, переваривает, думает, но Его уста, говорят слова завета, Его уста начинают воспроизводить толкование того, что Он видит, и это толкование признается Богом, как верное толкование, дорогие. Мы имеем с вами духовное, и мы имеем с вами земное. И процесс нашего осмысления, это процесс восприятия благодати, когда благодать соединяется с нашей плотской природой, и мы начинаем осмыслять, и мы начинаем толковать. И Павел говорит, не всегда верно толкует, потому что кто-то обращает благодать в повод греха, и это неверное толкование, это не ум Христов, это неосознанное, превратное толкование благодати. Завершая сегодня размышления, последние мысли, и мы будем принимать хлебопреломление, в первом послании Коринфянам, 11 главе, 28-30 стих, Павел говорит, «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение, не рассуждая о теле Господнем, оттого и многие из вас немощны, больны и немало умирает». И мы читали с вами в Евангелии Иоанна, что хлеб жизни – это есть манна. И Павел говорит, когда мы берем манну, и мы вкушаем ее, мы делаем это без рассудительства. Это не воспроизводит в нас то, что манна должна воспроизводить. Подумайте о евреях в пустыне. Они ели манну. Однообразно. Вкусно, но однообразно. Но было что-то большее, вкусовых рецепторов. Мы сегодня умные, мы сегодня еду раскладываем на жиры, углеводы, и полезные, неполезные, и отказываемся. Это правильно. Так вот, манна имела в себе небесный ингредиент, который написано, евреи были в пустыне и не болели. У них не было проблем со здоровьем. они отжили свой век абсолютно здоровым. Они кушали манну, и они были абсолютно здоровы. Когда я говорю сегодня о той манне, которую мы вкушаем, нам необходимо в первую очередь посмотреть на личность человека. Иисус говорит, те ели, но умерли, а вы, если будете есть, не умрете. О чем говорит Христос? Не о нашем физическом теле в первую очередь. Он говорит, когда ты берешь кусочек этой манны, когда ты соприкасаешься с моей благодатью, она будет исцелять твою личность. Она будет исцелять твою душу. Она будет оздоравливать тебя так, что ты проживешь свою земную жизнь абсолютно здоровой, эмоционально здоровой личностью. И если ты не здоровый, это значит, что эта манна, она не действует в своей жизни. Ты это делаешь без рассуждения. Она не запускает тех процессов, которые должна запустить. Это то, что с евреями проходило. Они умирали не от того, что они неправильно питались, они умирали от искушения. Манна, данная нам Богом, способна помочь нам пройти эту жизнь абсолютно здоровой личностью, исцеленной личностью. Давайте встанем для молитвы сегодня. Евангелие Иоанна, 6 глава, 57-58 стих. Как послал меня живый отец, и я живу отцом, так едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, счетший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Иисус говорит, ты сегодня соприкасаешься с манной, которая воспроизводит в себе небесный ингредиент, способный твою личность, твою душу перевести туда, куда без этой манны войти невозможно. Эта манна способна исцелить твою личность, так, что твоя личность сможет пережить искушения, кризисы, которые будут восставать во время твоего земного шествия и даст тебе возможность войти туда, куда без манны войти невозможно. в ноябре, что взлетать в целом, это не так. Продолжение следует...